Ближайшие 20 минут о главных событиях в стране и в мире в студии Злиха Сулейман. В столице Таджикистана началось 46-е заседание Совета глав государств СНГ. Участие в юбилейном саммите принимает 8 президентов стран Содружества. Несколько часов назад в резиденцию президента Таджикистана прибыл и Нурсултан Назарбаев. На повестке дня 16 вопросов. Известно, что участники Совета планируют подписать 15 документов. Хотел бы суду на территории Таджикистана в период председательства Таджикистана было проведено почти 40 заседаний отраслевых советов. Вопросы укрепления сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков с преступлением в сфере экономики, незаконной миграции и торговли людьми были одним из основных направлений нашего взаимодействия. Положительный характер имело сотрудничество в экономической сфере. В соответствии с раной принятым в рамках Содружества документами, в соответствии с вниманием также было уделено активизации культурно-гуманитарной связи между государствами, участниками СНГ. Образовательные программы в Казахстане отстают от запросов экономики. По итогам прошлого года более 26 тысяч вакансий остались незанятыми. Таким выводом пришли в Астане на парламентских слушаниях, в которых приняли участие депутаты, члены правительства, руководители госорганов, представители партии, эксперты в сфере занятости. С 2011 по 2018 годы только 70% участников программ содействия занятости трудоустроены на постоянные рабочие места. Большая часть бюджетных средств направляется на создание временных вакансий. Сроки трудоустройства по этим направлениям от 6 до 12 месяцев. Эти меры никак не соответствуют обеспечению продуктивной занятости. Между тем, в этом году участниками государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства стали более 430 тысяч казахстанцев. Такие данные приводит Министерство труда и социальной защиты населения. Отмечается, что половина из участников программы были безработными. Свыше 35 тысяч человек направлены на краткосрочное обучение. 17 тысяч постигли азы предпринимательства в рамках проекта «Бастал бизнес». Социальными и рабочими местами в этом году обеспечили 19 тысяч казахстанцев и почти 70 тысяч охватили общественными работами. Молодежную практику в этом году прошли порядка 22 тысяч выпускников. 4,5 тысячи вакансий на сегодня размещено на электронной бирже труда в Карагандинской области. По сравнению с прошлым годом показатель безработицы снизился на 0,2%. С начала года трудоустроены порядка 35 тысяч человек. Тем не менее, регион остается одним из проблемных с точки зрения социализации молодежи. В причинах. Камера мобильного телефона – это пока единственное съемочное оборудование на площадке начинающего режиссера Алихата Китибаева. После окончания учебы, говорит, устроиться по специальности удалось лишь на местном телеканале. Но на зарплату молодого специалиста, признается Алихат, оказалось не прожить. Либо деньги, либо любимая работа называется. Работа режиссером на телевидении, она очень интересная. Но, к сожалению, именно в рамках, может быть, нашего города у нас небольшая оплата. И поэтому всегда нужно выбрать. Либо ты идешь в сферу торговли, в сфере торговли хорошо платят всегда. Либо ты идешь по специальности творческой, но с более низкой оплатой. Алихат говорит, что по его опыту торговля едва ли не единственная сфера деятельности, куда молодому человеку относительно несложно устроиться. Каждая третья вакансия на рынке труда так или иначе связана с продажами. Приблизить трудовые резервы к рабочим местам в других сферах помогают ярмарки вакансий. Только с начала этого года в регионе их провели 50. Но, как правило, в требованиях работодателя значится опыт работы. Основная проблема в том, что у молодых людей нет опыта. Поэтому сейчас появилась программа «Молодежная практика». Молодые люди трудоустраиваются и полгода получают заработную плату от государства. В этом году каждый второй участник этой программы закрепились на своих рабочих местах. Так трудоустроились порядка тысячи человек. В списке вакансий всегда есть учителя и врачи. Но молодые специалисты часто не выдерживают большую нагрузку при низкой заработной плате. Выбор рабочих мест, слесаря, сварщики, токари еще больше. Но низкий престиж профессии не прельщает. Тем не менее, согласно официальной статистике, по сравнению с прошлым годом, уровень безработицы в регионе снизился на 0,2%. Более полутора тысяч нарушений выявили прокуроры на шахтах Карагандинской области. Проверка показала, что на восьми угольных предприятиях компании Арселор Миттл Тимиртау эксплуатируется свыше 600 единиц оборудования, несоответствующего требованиям. Также надзорные органы установили нарушения оплаты условий труда шахтеров. Прокуроры защитили права около 19 тысяч работников. По результатам проверки наказаны свыше 250 человек. Нарушена промышленная и противопожарная безопасность. В рабочих зонах уровень неосвещенности, пыли, скорость движения воздуха несоответствующим мотивам. А также производится выброс с пыли и газа в производственные помещения. Восток Казахстана по-прежнему нуждается в рабочей силе из южных регионов страны. Область в этом году принимает около 300 семей по программе переселения. 20 из них ждут в Зыряновском районе. Более половины из этого списка уже обосновались в городе шахтеров и даже успели обзавестись жильем и работой, рассказывает Анель Исимбердина. На востоке Казахстана самые востребованные специальности врачи, учителя, представители строительной сферы и сельского хозяйства. В Зырянском районе не хватало и воспитателей в детских садах. Кульнара Нарулаева из поселка Тюлькубас на юге страны же, наоборот, всегда работала с детьми, но попала под сокращение. Не найдя достойной альтернативы, женщина с семьей решилась переехать. Признается, раньше даже не знала о существовании города Зырянск, зато вакансию ей здесь предложили сразу. Город хороший, нам очень все понравилось. Все госструктуры работают как часы. Пока мы еще были в Тюлькубасе, благодаря Центру занятости населения, у меня уже тогда была работа. Я резюме отправила электронным образом. Гульжамал Перневоева тоже из Южного Казахстана, из Ордобасинского района. В Зырянске живет уже полгода, даже открыла свое дело. Теперь у нее в аренде кафе и гостиничный комплекс. По направлению Центра занятости обучилась и по проекту «Бастау Бизнес». В планах получить льготный кредит и расшириться. Мне помогла палата предпринимателей. Получила и субсидии по программе переселения, почти миллион тенге. Вложила свои сбережения, купила двухкомнатную квартиру. Дети устроены в школу, работа есть. Город замечательный, с великолепной природой и климатом. Теперь только осталось развиваться дальше. В Зырянском районе же продолжают работу по привлечению кадров из других областей. Создана рабочая группа. Ее эксперты постоянно выезжают на ярмарки в Аканзи другие регионы республики. В этом году мы планируем переселить 20 семей. На сегодняшний день уже 11 семей, 49 человек к нам переехало. Это 6 семей из Южно-Казахстанской области, 3 семьи из Жамбульской области, 1 семья из Алматинской и 1 семья из Магаставской области. Все прибывшие уже обеспечены и жильем, и работой. Всего же с начала года на востоке страны в рамках реализации программы «Янбек» активными мерами содействия занятости охвачено почти 2000 человек. Третью модернизацию Казахстана обсуждают на 6-м конгрессе социологов. Двухдневная встреча проходит в Астане. Сегодня участники собрались в формате форума. Для представителей местных исполнительных органов организованы тренинги и практический семинар. Завтра в Национальной академической библиотеке пройдет пленарная сессия, посвященная 20-летию Астаны. В конгрессе принимает участие заместитель руководителя администрации президента Марат Тажин, министр общественного развития Казахстана Дархан Калитаев, вице-президент Международной социологической ассоциации Лаиза Мартина, также гости из Японии, Турции, России, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии. Также состоятся отдельные панельные сессии. Участники обсудят развитие гражданского общества, реализацию программы «Рухани Жангру» и социологические исследования в рамках проекта «Про ООН». В Астане обсуждают актуальные темы современной журналистики. Сегодня третий день «Астана Медиа Уик». На полях форума работает моя коллега Гульнара Хасана. Она находится на прямой связи со студией. Гульнара, здравствуйте. Что полезного узнали на форуме? Нам тоже расскажите. Добрый день, Слиха. Да, я хочу отметить, форум действительно очень познавателен. Проходит много диалоговых площадок, где выступают именитые эксперты. И одну из них мы уже успели посетить под названием «Конвергентная журналистика в эпоху цифровых медиа». Казахстан, как и весь мир, как известно, переживает четвертую промышленную революцию, которая не смогла не сказаться и на мульти-медиа, на медиа-индустрии. Этой теме, развитию журналистики в медиа, именно посвящена эта диалоговая площадка, как современному журналисту выжить в этом потоке информации, выдержать конкуренцию с ведущими медиа. Такие советы давал ведущий эксперт в сфере цифровизации медиа Виктор Елисеев. Он привел любопытный пример. За 6 тысяч лет письменной цивилизации было всего лишь 300 миллионов авторов. Но сейчас уже более 4 миллиардов человек подключены к интернету. Фактически, личности сегодня могут конкурировать даже со СМИ. Произошел невероятный скачок в мире публицистики. Современному журналисту уже недостаточно просто владеть пером, а нужно уже владеть и цифровыми технологиями, публиковать видео, аудиоинформацию, правильно выходить в эфир и в прямой эфир, а также продвигать информацию в социальных сетях. Одним словом, уметь пользоваться не только словом, извиняюсь, но и цифрой. Я предлагаю прослушать фрагмент от эксперта Виктора Елисеева, которые, это советы, которые будут, думаю, полезны каждому журналисту. Это умение создавать новости с помощью смартфона. Смартфоны современные позволяют нам делать высококачественный контент. Вы можете писать видео уже там в HD формате, вы можете выходить в прямой эфир, и эти возможности, конечно же, нужно использовать. Принципиальным становится скорость, как быстро вы можете реагировать и создавать таким образом актуальную повестку. Делайте это благодаря вашим смартфонам. Второй момент, на котором я хотел бы остановиться, это факт-чекинг. Очень важно верифицировать данные. Вы знаете, мы сейчас живем в эпоху медиафейков. Максимальное количество источников информации перепроверять. Кстати, именно этому вопросу, проверки достоверности данных, факт-чекингу, нужно уделять особое внимание, советуют эксперты, поскольку все-таки вопросы достоверности, объективности информации, отхода от двойных стандартов остаются главными вопросами журналистики. Отмечу также, здесь пройдут семинары для руководителей пресс-служб, государственных и местных исполнительных органов, для пресс-служб силовых структур. Одним словом, этот медиафорум действительно очень полезен для журналистов любой сферы. Пока к этой минуте у меня вся информация. Злиха, вам слово. Спасибо, встретимся в других выпусках новостей. Я продолжу выпуск. Цифровые технологии помогают коммунальщикам Петропавловска в борьбе с должниками. Жители 7 тысяч квартир не торопятся платить по счетам заводу. О новых методах воздействия на неплательщиков расскажет Нургуля Ахметова. Заставить злостного должника платить за коммунальные услуги – задача не из легких. В этом доме один из жильцов игнорирует счета заводу почти пять лет. Сумма накопилась немалая – 400 с лишним тысяч тенге. Теперь нерадивому потребителю придется утопать в долгах. В его квартире перекрыли канализацию. Вот это основная видеокамера. Сюда монтируется заглушка. С видеокамеры изображение поступает на монитор. Опускается общий стояк. И глушится именно квартира задолжника. Этот метод, как показывает практика, суровый, но действенный. Заглушку убирают только после оплаты долга. Доступ к канализации с начала года перекрыли в 100 квартирах Петропавловска. Такая мера, как отключение воды, она нами не практикуется. Она, во-первых, неприемлема. Во-вторых, технически это достаточно сложно сделать. Потому что, как вы понимаете, отключение какого-либо абонента, оно влечит за собой отключение и стояка, и целого дома. Поэтому мы больше идем другим путем. С теми, кто годами накапливает коммунальные долги, водоснабжающее предприятие разбирается в суде. С начала года подано почти 900 исков на общую сумму 33 миллиона тенге. В общей сложности Петропавловск ежемесячно платят заводу по 200 миллионов тенге, рассказали на предприятии. Эти средства идут на модернизацию оборудования и коммунальных сетей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Петропавловск, Хабар-24. Шесть соглашений заключил Ватераут департамент по делам госслужбы и противодействию коррупции с местными бизнесменами. Их смысл оказывать бизнесу правовую помощь, устраняя барьеры на пути реализации крупных проектов. В первую очередь при регистрации предприятий, получении земельных участков и иных услуг у местных органов. Первый результат такой помощи – реализация в регионе шести проектов на 150 миллиардов тенге, создание десятков рабочих мест. Задача состоит в том, чтобы создать максимально комфортные условия для того, чтобы бизнесмены более быстрыми темпами реализовали те проекты, которые они проводят в нашей области. Молодежь Караганды против наркотиков. К акции, которую проводят полицейские, присоединились в увеселительные заведения города. А в некоторых ночных клубах посетители встречают служебно-розыскные собаки. А прокуроры установили телефон доверия, по которому можно сообщать о сайтах и приложениях, торгующих психотропными веществами. Напомню, недавно мы показывали материал о распространении в Караганде синтетических наркотиков. Марина Золотарева расскажет, какие меры были приняты. О том, что их ожидает тематическая вечеринка, гости ночного клуба узнавали на пороге. Посетителей встречал дружелюбный бонзай. Мимо этой разыскной собаки с наркотиками не пройти. В этом году четырехлапый страж порядка обнаружил более двух килограммов героина, спрятанных под землей. После проверки молодые люди проходили в зал. Там им раздавали бейсболки с антинаркотическим слоганом. С начала этого года в Караганинской области возбуждено 441 дело за правонарушение связанное с незаконным оборотом наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше одной тонны 200 килограмм различных наркотических средств, в том числе более трех килограмм героина. В прокуратуре Карагандинской области заработал телефон доверия стоп-наркотики, по которому можно сообщать о любых фактах распространения запрещенных веществ. Телефон доверия установили, чтобы получать информацию из первых уст. Особенно прокуроров интересуют сообщения граждан о синтетических наркотиках, продажа которых в последнее время поставлена в городе на поток и проходит практически в открытую. Сайты, где идет электронная торговля психоактивными заменителями натуральных наркотиков, рекламируются прямо на улице. Курьеры делают тайники по всему городу, а заказчики потом забирают оттуда товар самостоятельно. В бесконтактный сбыт вовлекают и несовершеннолетних. На телефон доверия поступило шесть сообщений о возможных местах организации наркопритонов, названия интернет-ресурсов, реализующих наркотические средства, лицах, употребляющих наркотические средства. Прокуроры реагируют и на анонимные сообщения граждан. По каждому звонку будут приниматься соответствующие меры, пояснили в надзорном ведомстве. По данным ДВД области, в текущем году в регионе зарегистрировано 35 уголовных дел по факту хранения избыта синтетических видов наркотиков. Марина Золотарева, Сайлау Игликов, Асета Саинов, Карагандах, Абар-24. Викиликс сменился главным редактором и стал журналист Кристина Храфенсон. Об этом сообщается на странице издания в Твиттер. При этом основатель портала Джулиан Ассанж продолжит выступать в качестве издателя. Решение о смене главреда принял сам Ассанж. По данным СМИ, причиной стало то, что основатель Викиликс уже на протяжении полугода остается без внешней связи в посольстве Эквадора в Лондоне. Ассанж не покидает здание дипмиссии с 2012 года. Он попросил политического убежища из-за опасений быть секстрадированным шведскими властями в США. В Соединенных Штатах ему грозит тюремное заключение или смертная казнь за публикацию секретных документов. Что касается кандидатуры нового главреда, Храфенсон, исландский журналист, работал официальным представителем Викиликс с 2010 по 2017 годы. В аэропорту Микронезии произошло ЧП. Пассажирский самолет при посадке выехал за пределы полосы и скатился в океан. По счастливой случайности жертв удалось избежать. На борту лайнера находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа. Серьезных травм никто не получил. Самолет остановился в 150 метрах от берега. Специалисты выясняют, что стало причиной случившегося. В Германии пошли первые в мире пассажирские поезда на водороде. Они соединили города Нижней Саксонии. Пока что курсирует только два таких состава. Без дозаправки они могут преодолеть расстояние почти в тысячу километров. Максимальная скорость локомотива 140 км в час. Также быстро ходят и дизельные поезда. Водородные и топливные элементы производят электричество посредством химической реакции. При этом излишки энергии накапливаются в батареях и используются по мере необходимости. Также можно пополнить запасы топлива на станциях. Строительство поездов на водородном топливе обходится дорого. Но, по словам специалистов, расходы окупятся. Такой поезд может работать 30 лет. В следующие три года железнодорожный парк Нижней Саксонии пополнится еще 14 поездами на водородном топливе. Их общая стоимость превысит 80 миллионов евро. Есть много дорог с неинтенсивным движением. Для них как раз подходят поезда на водородном топливе. Это означает, что в районах без электрификации все равно можно ездить на возобновляемой энергии. Когда сопоставишь период эксплуатации и расходы на содержание поезда и топлива, то становится понятно, что поезда на водороде финансово жизнеспособнее дизельных. Это пока все. Встретимся в 16.00. Редактор субтитров А.Семкин